Привет, с вами Велсако, мне кажется мы стали забывать как выглядит чудесный мир Средиземья, я помню оригинальную трилогию Питера Джексона, это было потрясающе, молодые годы, злобные орки, прекрасные эльфики, не эльфы прошу заметить, и эх куда все делось, а книга какая помните? Так стоп, а вы вообще читали книгу? Если нет, ставьте лайк и идите наверстывайте упущено, а если да, то вы понимаете о чем я говорю, поехали дальше. Тоску продолжает напускать все тот же Джексон, взявшись за новую трилогию Хоббита, получилось не так здорово, на мой взгляд как в первый раз, но тем не менее, все равно это кино с большой буквы. Игру Властелин Колец Легенда Средиземья я заприметил еще в октябре в момент выхода, но рассказать о ней решил только сейчас, ведь к покорению кинотеатров готовится заключительная часть саги о Бильбо Беггинсе. Давайте посмотрим, что же там нас ждет на мобильном экране, поехали. И облачные скидки всем Хоббитам и подписчикам канала от партнера и магазина applejesus.ru Властелин Колец Легенда Средиземья весьма необычная на мой вкус игра, начнем с того, что она бесплатная и не очень требовательна к вашему устройству и более того, займет на нем всего 200 мегабайт. Что же в игре такого странного? Она на любителя, на ценителя Средиземья, на знатока героев и всевозможных пасхалок, которые раскиданы по игре. При этом она обладает достаточно специфичным геймплеем, вы собираете братство или партию, с которой отправляетесь гасить в очередной раз нависшее над землями зло. Можно сказать, что присутствуют элементы RPG, вы можете их сейчас видеть, вы качаете героев, но в отличие от классической системы, ну по крайней мере которой я привык, вы не прокачиваете конкретного героя с точки зрения его экипировки, а качаете всю партию целиком и формируете свою боевую единицу именно с точки зрения партии. Этих самых братств может быть три, у каждого может быть свой лидер, и в идеале нужно сделать так, чтобы каждый член команды дополнял друг друга и помогал по мере возможностей. И после того, как с тактической стороной вопроса покончено, отправляемся в дальние дуги, в данном случае для того, чтобы, как мы уже знаем, бороться со злобными орками. Поскольку игра бесплатная, каждое движение использует силу, и для того, чтобы восполнить ее, нужно откушать хлебца, либо остановиться на привал и потерять немножко времени. И вот идете вы себе тихонечко, слушаете музыку, собираете монетки, встречаете новых героев и думаете о своем, о вечном, как там Гэндальф. Кстати, по времени это все-таки ближе к Властелину колец, чем к Хоббиту. Потом Хринакс и Левел Ап, и вы получаете дополнительные очки, которые можете потратить на выносливость или энергию. Последнее тратится в случае, если вы вступаете в бой с боссами и не только. И в общем складывается впечатление, что наш маленький трип так и закончится, а потом Хринакс и Назгул. Ну или Назгул, или Назгул. Напишите в комментариях, как вам больше нравится. И вот тут начинается вообще самая большая странность. Бой происходит без вашего участия, все зависит от того, как вы правильно или неправильно собрали свою партию. Во время боя ваши сопартийцы и враги могут использовать бафы, дебафы, специальные умения, и многое зависит именно от этих факторов. Но можно и толпой затоптать, в данном случае у несчастного Назгула, или Назгула, нету шансов. Вот такой крутой коктейль получается, а чтобы вас совсем свалило с ног, отмечу, что здесь есть еще и ПВП-арена, где вы можете помериться силами, своими прокачанными или не очень бойцами. Донат в какой-то момент становится дюжа злым, но игра в целом неторопливая, так что подождать, пока восстановится сила или энергия, в общем, не вызывает никакого стресса или негативных эмоций. Ну и по интерфейсу, графике, музыке, вы можете видеть, что игра выполнена далеко не на 10 из 10, но еще раз. В целом, вот несмотря на все эти странности, нюансы, минусы и плюсы, играется достаточно прикольно. Вы знаете, есть такие игрушки, которые проверяются временем. Ну, типа, скачал, попробовал, забыл удалить, а дальше, в особо скучный момент жизни, вместо того, чтобы наяривать в Биошок, запускаешь вот такой вот Властелин Колец Легенды Средиземья. Что-то в ней есть, но есть и большая засада. Для игры требуется постоянное подключение к интернету. Это какой-то бич современных фри-ту-плей игр. Я не хочу ничего пиратить. Дайте мне поиграть офлайн в самолете, в метро, еще где-нибудь. Что за нафиг? Но в данном конкретном случае нет смысла сотрясать воздух. К сожалению, это действительно чума большинства мобильных фри-ту-плей игр. Кстати, вы смотрели недавнюю серию South Park о канадском министерстве мобильных игр? Если нет, зацените, я отвечаю, вам понравится. А с вами был Виссаком. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм. До новых встреч. Пока.